Актуально. Нашадр.Инфо. Лето. Я думаю, что там долги закроются. Ну и говорить, впрочем, тут больше и не о чем с остальными юридическими лицами. Мы нормально работаем в рамках договора и особо тревоги там не возникают. Особенно те предприятия, которые устойчиво работают. Есть у нас еще такие предприниматели, которые тоже стараются вовремя это оплачивать. Ситуация у нас некрасивая с населением города Шадринска. Здесь жители города только за электроэнергию порядка 22 миллионов рублей должны. А за тепло – 137,5 миллионов. Ну, вот эти цифры уже большие, они уже настораживают. Докапливаются несколько лет, да? Это нельзя сказать несколько лет. Это буквально прошлый отопительный сезон, ну и частично, который прошел. 15-16, 16-17. Это не долговременные долги, не застарелые. Это вот те долги, которые реальные, которые люди, ну, должны оплатить. Вот здесь, вот эти уже вот долги вызывают опасения. И еще почему? Потому что сейчас наступило лето, ремонтные компании в сетевых организациях полным входом идут. Что электрические сети ремонтируются, что тепловые. Ну, и вот эти деньги, они крайне нужны. В основном, они все идут сейчас на ремонт. Не хватит средств финансирования, не хватит. Не в полной мере будут отремонтированы сети. Ну, и в ближайшее время, они исключены, там, аварии будем ждать. Куже будет, если зимой все это случится. Вот здесь, значит, с населением, одной из мерой работы с должниками, это исковой порядок, отсуживание долгов. Он у нас сегодня один из самых действенных. Этой мерой мы этим правом пользуемся. Подаем заявление в суд на должников. Ну, тем более, вот в июне 2016 года изменения в законодательстве произошли. Сейчас заявитель за коммунальные услуги может в суд подать заявление на выдачу судебного приказа. Чем отличается? Судебный приказ, это, значит, суды в течение пяти дней, получив от нас пакет документов, обязаны рассмотреть без разбирательства, без судебного разбирательства, без участия сторон, без выслушивания объяснений. Суд выносит судебный приказ через пять дней. И все, приказ, этот исполнительный документ, он поступает в службу судебных приставов на исполнение, в банки, в пенсионный фонд. Ну и, скажем так, где у человека находятся денежные средства, они в соответствии с законом, не сто процентов, там много разных ситуаций. Ну, деньги со счета снимаются, с карточки снимаются, пристава по имуществу смотрят и так далее. Ну, кроме этого, еще человек, люди несут судебные издержки. Это тоже надо понимать, вот, отаять к тому, чтобы не доводить до суда. Тем более, еще есть у нас более такая радикальная мера, это ограничение ресурсов. По электроэнергии мы отключаем людей. По воде, ну, понятно, что топительный сезон здесь ясно, ясно, этой мерой мы не пользуемся. Но сейчас летний период, сейчас, так скажем, есть у нас, кроме этого, еще рычаги. Вы электроэнергию отключаете, да? Электроэнергию отключаем, конечно. Здесь тоже процесс непростой. Значит, мы обязаны должнику уведомления вручить, дать ему срок для оплаты. И все это выдерживается, все эти сроки. Ну, и когда наступает вот этот критический момент, человек не оплатил, получив уведомление, мы убедились, что он получил. Все, выезжает бригада, его отключаем. И все, и тут до полного погашения долга. Ну, либо там в крайних случаях мы рассматриваем какие-то, значит, обстоятельства жизненные. Может человек рассрочку получить, но при этом все равно надо какую-то часть долга оплатить. Здесь каждый отдельный случай мы рассматриваем, идем на это. В исключительных случаях атак, все, значит, человек останется без электроэнергии. С введением новой возможности взимания долгов без присутствия сторон через судебные приказы вот эти. Скажите, количество долга, общего долга, оно значительно сократилось как-то? Помогло ли? Да, мы резко увеличили количество судебных заявлений, судебных исков. Вот, ну, вам в среднем скажу, для примера, мы по электроэнергии в один месяц 1200 человек подаем в суд. По теплу где-то на 500, ну, порядка 2000 мы отсуживаем. Это в деньгах, если сказать, полтора миллиона по электроэнергии и миллионов шесть за месяц мы отсуживаем по теплу. Отсуживаем много, но здесь второй вопрос, надо же эти деньги еще отсуждены уже, так сказать, получить. Исполнение, когда придет срок исполнения, это действенная мера, это помогает, это резко. А срок в ожидании этих денег? Как у человека с финансовым положением. Ну, важно то, что мы уже, так скажем, отсудим, человек получит исполнительный документ, увидишь, это уже, так сказать, хватит шутить, накапливать долги. Здесь надо уже все-таки рассчитываться, потому что много, видите, ограничений там, в том числе и выезд за границу, там кто отдыхает. Чаще всего люди по какому поводу вот сильно задолжают? Ну, в объяснениях чаще звучит тяжелое материальное положение. Никто же не скажет, что он забыл, или никто тем более не скажет, что он наплевал, потому что не надо платить. В основном, да, это тяжелое материальное положение и так далее. Ну, тут, видите, еще такой фактор, вот мы из анализа видим, что человек один раз не заплатил, второй раз не заплатил. А живет он неплохо. Да. И дом у него не маленький. Как снежный ком накатывается, достигается определенная сумма, человек уже тогда вообще руками, руки опускает. Да я когда же заплачу там 30 тысяч, 50 тысяч, непомерная сумма и дальше не платят.